Тюменская арена Тюменская арена Тюменская арена Тюменская арена Тюменская арена Как нужно сыграть? Потому что потом-то выровняли игру полностью, сейчас игра равная идет, но моментов немного создается. Как нужно играть, чтобы их создавать? Больше бросать. Я думаю, от этого моменты появятся, там забьем. Но забросил снова Железнов. На 27-й минуте Михаил оформил дубль при реализации большинства. Баллы за передачу заработали Ядроец и Егор Попов. Реализовываем свои моменты, днем в свою линию. В самом начале третьего периода бывшему рубиновцу Андрею Мниховичу удалось сократить отставание за Уралье. В концовке матча курганцы штурмовали владения Егора Назарова в шестером, но перевести встречу в овертайм не сумели. Следующий матч Рубин проведет 2 ноября в Училах с местным горняком. В Толиэте состоялся всероссийский турнир подзюдо на Кубок губернатора Самарской области. На соревнования, где победитель может рассчитывать на выполнение норматива мастера спорта, прибыли атлеты из трех десятков регионов страны. В категории до 70 килограммов отличилась призер чемпионата России Татьяна Зольникова из Тобольска. Она стала обладательницей серебра, в решающей встрече уступив местной спортсменке Елизавете Петрушиной. На третью ступень пьедестала почета поднимались тюменки Юлия Куняева и Валентина Белоус. Тренируй мозг с молоду. В центре Анатолия Карпова прошел шахматный фестиваль «Тюменская осень-2019». В двух турнирах определились призеры среди игроков от 6 до 13 лет. Состав участников мог оказаться еще более солидным, но порядка 30 тюменцев отправились в Челябинск на первенство УРФО. Если бы они были здесь, то состав участников был бы более представительным. Но эти ребята по итогам первенства области завоевали путевки на первенство УРФО, поэтому они играют там. И плюс те ребята, которые представлены здесь, они готовятся к городским соревнованиям «Белая ладья». Уже 16 ноября стартует у нас очередной этап «Белая ладья» городской. И там очень многие из тех, кто здесь представлены, они будут защищать цвета своих школ. В Тюмени в среднем на 10 занимающихся приходится лишь две девочки. Однако прекрасный пол берет не количеством, а качеством. Что доказала и Елизавета Прохоренко, которая набрала на соревнованиях 4 очка за 9 партий. Ну, самая лучшая партия для меня была, наверное, первая. Потому что я играла против своего соперника. Это был соперник, которого я знаю. И сыграли мы так, то, что я выиграла, по очень непростым обстоятельствам. Соперник обычно на тренировках выигрывал меня, но в этом турнире я вказала себя и выдала ее. Самым юным участником турнира стал 6-летний Лев Гудаваный, который, несмотря на возраст, закончил соревнования в группе лидеров. В его активе 6 очков, которые он набрал благодаря любимой комбинации, которую разучил на зубок. Двойной удар. А это что происходит? Как она делается? Это когда какая-то фигура у тебя нападает на вражеские фигуры, на две фигуры. И их невозможно спасти. В группе А победу праздновал Егор Основин. А в турнире Б на первой строчке выступление закончил Ильяс Шакиров. На этом наш выпуск завершен. Остальное на сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова